16 марта 2023 года в Галерее Сибирского искусства открылась выставка «Где-то на побережье». Выставка Александра Йенина и Светланы Фирюлиной продолжает цикл выставок дальневосточных художников в Иркутском художественном музее имени Владимира Патоныча Сукачева. Александр и Светлана живут и работают в Владивостоке, являясь замечательный творческий и семейный союз. Каждый из них обладает собственным художественным почерком, одновременно дополняя друг друга и создавая прекрасную дальневосточную симфонию, в которой отчетливо звучат море с его прибоем, свежим бризом, тайга и бескрайний дальневосточный простор. Александр Йенин закончил Дальневосточный институт искусств, в котором сегодня заведует кафедра живописи, продолжая традиции академических художественного образования на Дальнем Востоке. Пожалуй, романтики стало больше, побережье стало естественной средой обитания, где проходят регулярные пленеры и складываются особые философии проживания вместе со своим ритмом и ощущением удаленности от суеты городов. Цветовая гамма, манеры письма, раздельными мазками, вызывающие в памяти пейзажи импрессионистов, те художественные средства, которые сделали Александра узнаваемым в художественной среде Владивостока, где морские мотивы являются одним из самых устойчивых, ведь так или иначе находящиеся рядом с вечной стихией. Светлана Фирюлина также закончила Дальневосточный институт искусств. Уроженка Омсукчана Светлана впитала особую атмосферу небольшого поселка в Магаданской области. Светлана использует темперные краски. Это дает плотный матовый слой, в котором мельчайшие мазки складываются в сложной по фактуре поверхности. Дальневосточный институт искусств. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости в Галерее Сибирского искусства. Сегодня для нас большое событие. Мы открываем персональную выставку двух молодых и очень талантливых авторов. Это не наши художники. Ребята приехали к нам из Владивостока. И я хочу сказать, что в последнее время Иркутский областной художественный музей с союзами художников Дальнего Востока имеет очень тесные и очень активные контакты. Я хочу представить вашему вниманию творчество двух художников. Друг другу не чужие люди. Это дуэт, это семейная пара, которые привезли нам такую большую выставку живописи и графики. И это Александр Енин, кашему вниманию, и Светлана Фирюлина. И я хочу сказать, что Александр Енин, он еще и преподаватель. На Дальнем Востоке очень интересная школа, живописная, со своими традициями. Это Дальневосточный институт искусств, где Александр является заведующим кафедрой рисунка и живописи. Светлана Фирюлина тоже не чужда и творческой, и педагогической деятельности. И работает в Государственной приморской картинной галереи. Сейчас огромное количество образовательных программ, которые реализуют музеи. При Приморской картинной галереи существует студия для детей и взрослых, в которой преподает Светлана. Чрезвычайно интересная графика. Очень тонкая, очень такая, с хорошим настроением. Очень точная, вообще замечательная совершенно живопись. Мне тоже очень понравилась Ваша. У Александра работы совершенно в другом плане, мне показались. И он какую-то свою такую технику пытается, но не пытается, а показывает нам очень. Тоже это чрезвычайно интересно. Есть работы, которые сразу вызывают какое-то такое чрезвычайно светлое чувство. Вот, например, работа называется, по-моему, Светка. Вообще выставка очень серьезная. Надо внимательно ее посмотреть. Мы пришли вот только на открытие. Очень симпатичная у Вас графика. Я прямо с удовольствием посмотрела. Ну, это надо еще так, чтобы отложилось в голове, чтобы можно было как-то в полной мере оценить. Надо не один раз посмотреть Вашу выставку. Это здорово. У нас очень благодарный зритель. Вот выставку Вашу посетят. Это без сомнения. С удовольствием познакомиться с Вашей школой, с Вашим творчеством. Я Вас поздравляю. Очень здорово и просто радостно, что Вы нашли сил, мужество приехать. Это не так просто привести такую большую выставку. Удачи Вам. Творческая удача. Педагогическая удача. И дай Бог Вам понравится наш замечательный город. Хочу еще раз поблагодарить галерею за возможность выставиться в таких прекрасных залах. Поблагодарить зрителей. Надеюсь, мы сможем удовлетворить Ваш эстетический вкус. И обогатить, наверное, без того богатый внутренний духовный мир. В основе у нас нашего метода лежит творческого. Это пленэр. В принципе, это характерная особенность вообще приморской живописи. То есть он как бы нас кормит, условно говоря, в творческом плане весь год. В основе лежит мысль. То есть это не просто какая-то эмоция, красивая раскраска. Эмоция, она кратковременная. То есть это как у Декарта. Я ясно мыслю, я ясно выражаюсь. То есть чем у нас больше кругозорки, чем выше технические средства, тем мы более ясно и плотно, полно можем донести до зрителя свои идеи. Ну и, соответственно, наверное, несет какое-то еще и образовательное функцию, в чем должно заниматься изобразительное искусство. Ну, наверное, так как-то. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мне выставка очень сильно понравилась. Особенно вот смешанная техника, она очень прекрасна. И, если честно, лично для меня она даже какой-то ностальгия в детство уходит из-за вот этих вот частных домов пожилых людей изображенных. Прям вот очень возвращаясь в детство прям. Очень интересная выставка, очень интересный сюжет выставки, необычный стиль, мне очень нравится. Вот. И вот это ферма по выращиванию моря культуры. То есть гребешок он выращивается. Есть в дикой природе, но сейчас его очень многие фермы выращивают. То есть в верхней половинке сам гребешок, а ниже водоросли еще ниже трепанка располагается. Водоросли все это фильтрируют. Трепанк там поедает остатки. Там гребешок он хищник, по большому счету, да? Да. Да, он там поедает. Ну кто он мелкий, криль различный, да, все продукты жизнедеятельности падают. Трепанк его ест и тоже растет. То есть два в одном полу. Работаю как в графике, так и в живописи. В основном это у меня темпера. Плюс такая смешанная техника с добавлением там графического материала. Темперу я сама делаю на основе эмульсии. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок